В ноябре в Приднестровье прошли выборы в Советы всех уровней. В ходе нашего опроса мы решили узнать, какими качествами, по мнению рыбничан, должен обладать народный избранник. Я думаю, то, что он задумал и обещает, он должен исполнять и быть справедливым, добрым человеком. Скорее всего, ответственностью, обещание, которое давал выполнять, хотя бы это не пускать, просто слова на ветер. Не знаю, понимание, наверное. Вот так должен быть честным, правдивым. Не вор, не был бы вором. Главное, чтобы правду говорили, а остальное и делали то, что говорят. Наверное, внимание к избирателям своим, наверное. Опрос показал, в приоритете у жителей города честность и надежность депутата. Но как часто мы получаем то, что нам обещают те, кто получил мандат народного доверия? Не знаю. Сознание не часто, правда. А почему? Ну, не знаю. Там они только для наживы... Нет, бывают депутаты, ну, я думаю, на процентов 60. Все-таки что-то они делают из планированного. Кто? Хоть одного приведи, который не обворвался. Все, все воруют. И просто они туда идут только бы бизнес свой пооткрывать. Только для этого. Депутаты у нас, я даже не выбираю их и не хожу на выборы. А почему? Ну, потому что они не выполняют то, что вот им, если бы сделать так, чтобы то, что он обещал, не выполнил, чтобы в тюрьму садили. Вот тогда бы они или не баллотировались, или бы выполняли то, что они говорят. Были среди наших респондентов и те, кто вне политики. Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать народный избранник? Ну, мы не знаем. Не могу, затрудняюсь сказать. Ой, извините, пожалуйста. Ой, извините, я не... Нет, это... Причины, по которым рыбничане не захотели нам отвечать на заданные вопросы, они объяснять не стали. Возможно, из страха, а возможно, из-за отсутствия своего личного мнения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова